Приветствую вас, и в вашем случае не совсем понятно, по крайней мере, мне наличие таких вот средств защиты. Зачем они вам, эти средства защиты, именно в ваших обстоятельствах? Вы оба были детственниками, у вас у обоих не было сексуального опыта, и, как бы, значит, смысл использовать такого рода средства защиты, если честно, мне не очень понятно. То есть, главное, чтобы вы понимали, чего хотите, главное, чтобы вы умели вовремя, так сказать, остановиться, умели вовремя предвать акт главу, и, собственно, все будет в порядке. А если имеется в виду вопрос доверия между вами и девушкой, то это вопрос уже совсем другого характера. Почему она, например, вам не доверяет, допустим, да, и так далее. Это первый момент, зачем вы используете средства защиты. Далее, значит, вполне может быть, что вы спешите, то есть, ласки можно проводить побольше, чтобы, соответственно, не так быстро происходил статус возбуждения. Вот, далее, можно природно усилить, значит, ваше либидо, проверив ваш гормональный фон на уровень тестостерона, и, если требуется, немного его, там, повысить, допустим, этот уровень тестостерона, если у вас с этим есть проблемы. Вот, можно использовать и естественные источники, не виакру, как вы говорите, а естественные источники, значит, например, там, орехи, например, там, мед и так далее. Далее, значит, вполне возможно, что вам стоит подумать над тем, как можно было бы разнообразить. Даже не разнообразить, а лучше сказать, оптимизировать вашу интимную жизнь, то есть, сделать ее более динамичной, более, там, такой активной, более правильной. То есть, это может быть, например, как разговаривать в постели, поговорить, выяснить, что нравится больше вам, что нравится больше девочке, как все лучше реализовать и так далее. То есть, ситуация еще вот так может быть, то есть, все ли вам нравится и все ли нравится девочке в том, что вы делаете. Вот. Это, значит, первый аспект, это следующий аспект. Далее. В принципе, ну, можно, там, заранее приготовить средство следствовой защиты, чтобы его не открывать, а сразу одевать, например. Вот. То есть, этот момент тоже как-то вот не очень мне понятен, почему вы этого не делали, если это самое очевидное на самом деле. Вот. Далее, поскольку вы неопытные, то, может быть, у вас имеются определенные страхи, может быть, вы чего-то боитесь, может быть, вы не уверены в себе, может быть, вы как-то опасаетесь чего-то, опасаетесь каких-то моментов, связанных, там, ну, с девочкой, с тем, как она вас воспримет и так далее, и так далее. То есть, может быть, здесь какие-то страхи есть, какие-то комплексы, и с этим тоже можно поработать уже, ну, разбираясь, значит, с психологическим аспектом данных проблем, скажем так. Далее, значит, все-таки рекомендуется вам, если вот все вот это не поможет, то обратиться все-таки к врачу, чтобы проверить свое здоровье. Вот, может быть, сейчас уже имеет смысл как-то вот немного оздоровительнее, оздоравливать свое тело, да, то есть, заниматься спортом, активности больше и так далее. Вот. Знаете, на самом деле, вот основная проблема, как мне видится, это в том, что у вас вот в интимной жизни присутствует, так скажем, элемент рациональности, да, то есть, вы прерываетесь, вы как бы отвлекаетесь, и вот, собственно, в этом основная проблема ваша и есть. И я думаю, что вам важно вот как раз снизить вот этот вот эффект, когда вы, собственно, отвлекаетесь на что-то. Вам важно снизить этот эффект, чтобы его вообще не было, ну, или свести его вообще к минимуму. Вот. Ну, можно, в конце концов, натренироваться, быстро открывать цепь защиты. Например, можно делать так, вот, чтобы это мало времени у вас занимало. Вот. Но все-таки я бы рекомендовал вам проработать именно те аспекты, о которых я сказал. Ибо они куда более важны. Это вопрос доверия, вопрос вашей уверенности в себе и вопрос того, насколько вы реализуетесь в интимной жизни друг с другом. Вот эти вопросы, они очень-очень важны. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok